Близнецы, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И для вас я снимаю ваш Таро прогноз на неделю в период 7 по 13 марта 2022 года. Работаю я сегодня с двумя колодами Таро и Ленорман золотой нити. И буду просматривать для вас наши ключевые точки. Позитив, негатив недели и совет от карт. Я всем благодарна за поддержку и понимание, за мое длительное отсутствие. Ребята, я нахожусь тоже в горячей точке. У нас в Украине проходят боевые действия. Наверняка вы об этом знаете. Поэтому я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что вы видите, слышите. В частности, я говорю о своих раскладах. Вы должны прекрасно понимать, что расклады выполняются не конкретно для жителей Украины, а для жителей всех стран мира. Будь то Макао, будь то Испания, Италия, Австрия, Нидерланды, Канада, что угодно. Вы должны понимать, что, слава богу, у других людей эта участь миновала. Я надеюсь, что мы тоже прорвемся. Все у нас будет с вами в порядке. Ну а пока давайте приступать к раскладам и посмотрим информацию. Итак, близнецы, что же вас ожидает в рамках этой недели? Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же здесь по факту? Рыцарь Жезлов, десятка кубков, рыцарь кубков. Это как поездки, перемещение. У кого-то поездка на родину, у кого-то поездка к близким, к друзьям, к родственникам, либо у кого-то воссоединение с близким. Начиная от того, чтобы вывезти, привезти, самим уехать к близким. То есть, видите, здесь активная фаза перемещения, движение вперед. Еще помощь, содействие близким, помощь вашим родственникам, землякам. Можно назвать как угодно. Потому что здесь проявление инициативы, помощи, поддержка людям, как вашего круга, вашего рода, вашей семье, вашим друзьям. Это поддержать эмоционально, восстановить. Рыцарь кубков, карты все-таки радости, компромиссы, взаимодействия и каких-то выгодных предложений. Ну, давайте посмотрим эти арканы с точки зрения личной жизни. Итак, если на текущем этапе вы свободны, о чем здесь может идти речь? Здесь по тройке жезлов и в совокупности связки этих арт, это как знакомство в какой-то общине. То есть, общие задачи, общие цели, общие интересы. Потому что, видите, как, господи, не секта, а общественность. То есть, какая-то организация, в которой вы можете познакомиться, но и как следствие друг друга поддерживать и двигаться, идти дальше. А также в кругу ваших близких, ваших родственников и членов семьи. Для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, какая для вас здесь будет ситуация? Для тех, кто в любовных треугольниках по семерке Пентакли, здесь ситуация без изменений. И более того, я хочу вам сказать, что если вы, допустим, замужем или женаты, то вы в большей степени будете уделять внимание вашей семье, вашим близким. А если, наоборот, вы находитесь в статусе любовника, либо любовницы, и, допустим, у вас нет семьи, то здесь, как показывают арканы, вы будете просто беспокоиться о родственниках, а все ваши любовные связи, они пока отойдут на второй план. То есть, они вас будут волновать меньше всего. Если у вас стабильные связи, то есть вы встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак, то здесь по аркану башня. Это как спасать друг друга в минуты каких-то сложностей, критичных моментов, разрушений, либо, допустим, на Украине боевых действий. Еще напомню, поскольку карта-то в позитиве, если это касается, в принципе, всех тех, кто меня смотрит, это вопросы, связанные с жильем. То есть, покупка, продажа, ремонт, обустройство, аренда, субаренда, то есть, найти, переехать в какое-то новое жилье, близких перевезти, то есть, все, что связано с вопросами проживания. Для вас с тобой тема номер один. Еще, что в связке, в совокупности карты. Если вы были в ссоре, был какой-то конфликт, была ситуация разрушения, то это всяческими правдами и неправдами, теперь эти отношения пытаться восстанавливать и находить какой-то в них баланс. Если карта смотреть с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе вы не работаете, то здесь финансовая поддержка со стороны ваших близких, членов вашей семьи. Если же вы в статусе соискателя, опять же, десятка пентаклей, это быть на попечении у близких, у друзей, у родственников, членов вашей геннастии, которые вас поддержат финансово. Если же вы являетесь наемным сотрудником, то здесь покор королю кубков. Это погружение в какие-то творческие процессы, это оказание помощи, это также вопросы волонтерства, это вопросы дипломатии, за которые вы будете признаны, потому что здесь обрести для себя какой-то авторитет в вашем обществе, в вашем коллективе, помощи, поддержку как со стороны руководства, так и членов вашей организации. Поэтому здесь для вас прекрасный аркан. Если же у вас свой собственный бизнес, какова для вас здесь будет ситуация? К сожалению, как вы видите, пятерка мечей, это может быть перестановка действий, у кого-то может быть потеря бизнеса, либо крах бизнеса, опять же, по причине боевых действий. И вот здесь рыцарь жезлов, десятка кубков, и рыцарь кубков, это попытки переместить свое детище в новый город, в новый регион, какая-то новая точка дислокации, назовем так, новая база. И как бы это странно ни звучало, я не могу сказать, что здесь начать прямо с нуля. Нет, тут и есть какие-то ресурсы, но, тем не менее, это прикладывать активные ваши действия для стабилизации вашего бизнеса, вашего ресурса, для того, чтобы дело пошло дальше. В плане состояния здоровья, наконец-то оно стабильное, прекрасное, как физическое, так и эмоциональное. Это самое главное на текущий момент. Поэтому в остальном, как говорится, крепитесь, прорвемся. Что в негативе? Умеренность десятка мечей и семерка мечей. Нет стабильности, очень большое чувство страха. Причем у кого-то, я называю вещи своими именами, умеренность десятка мечей и семерка мечей. Это переживание за гибель родственников, каких-то либо знакомых по причине предательства, либо по причине оккупации. И, в принципе, здесь умеренность десятка мечей и семерка мечей. Это боязнь стать жертвой происходящих событий. То есть боясь за свою жизнь, боясь смерти. Но, ребят, это ваши страхи, которые вами сейчас на текущий момент надуманы. Понятно, что многие из вас находятся в стрессовой, в кризисной такой фазе. Знаете, как желательно это эмоционально отпустить и преодолеть. Что может быть еще в негативе? Смотрите, это не то, что я пытаюсь сейчас подтянуть все под ситуацию с Украиной. Нет. Если вдруг на вас будет совершено нападение, ну, например, я образно говорю, вы проживаете в Австрии, идете там к себе в авто, и там, я не знаю, вам подошли, задали, говорят, давай кошелек. То здесь ни в коем случае не оказывается сопротивление. В случае воровства, кражи, то есть все отдать, чтобы не было риска никакого ножевых ранений, либо огнестрельных ранений. Я вас очень прошу. Аналогично тех, кого касается ситуации на Украине. Если это вопросы мародерства, ситуации, когда у вас отжимают все и вся, вот, услышите меня, не воюйте в этой ситуации за это, отдайте, вам это будет во благо. Если смотреть в плане совета, в плане совета у вас здесь ложится десятка жезлов. Сложный период, сложная неделя, как эмоционально, так и в плане, ну, знаете, как может быть для кого-то даже физически со всем этим справиться. Большой груз бытовых проблем, обязательств. Но здесь карты показывают на то, что как нужно выстоять. Сейчас мы с вами посмотрим неожиданность этого периода, какова здесь будет ситуация. Что у нас здесь? Письмо, дом, кольцо. Какие замечательные у вас карты. Ну, во-первых, у кого-то долгожданный период покупки жилья, либо продажи жилья, потому что, видите, здесь вопросы связаны со сделкой. По вопросам недвижимости. Или вы что-то арендуете, снимаете, покупаете, продаете. Потому что, вот видите, договор по недвижимости. И еще это как благоприятные новости от близких. И для кого-то приглашение жить под одной крышей, под одним кровом. Причем, в большей степени, это, конечно, трактуется как создание семьи. Но вплоть до того, что вас могут друзья или близкие действительно пригласить к себе на какой-то период проживания. И, в принципе, знаете, как благоприятные вести от ваших близких, от ваших родственников. Поэтому неделя здесь, может быть, в чем-то эмоциональное тяжелое, но, тем не менее, стабильная. Что мы с вами сделаем? Все негативные аспекты мы для вас будем перекрывать позитивными. Мы с вами закроем это все. Карта умиротворения и покоя. И сейчас сделаем еще вот так. Стабильности, радости вам и благоденствия. Пусть у вас все обязательно получится. Пусть вы преодолите все эти трудности, которые есть на вашем пути. Я вам искренне от всей души этого желаю. С вами была Ева Лехцер. С вами не прощаюсь. И до новых встреч.